Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня поговорим о творчестве. Тем более, что в гостях у нас руководитель народного хореографического коллектива современного танца «Флэш» Сергей Куделин. Здравствуйте, Сергей. Я так понимаю, что вас можно сразу же поздравить с гран-при. Вообще для любого коллектива творческого, начиная от самого маленького, где совсем еще маленькие детки, до самого, я уж не знаю, где уже взрослые люди танцуют, ездят с гастролями. Очень важно завоевывать призы на фестивалях, на всевозможных конкурсах. И вот вы, насколько у меня информация, тут вы поправите, если что не так, гран-при завоевали на всероссийском конкурсе «Ты в танце», это так? Да, все верно, это было совсем недавно. Что за конкурс такой? Это конкурс по абсолютно различным направлениям современной, эстрадной, уличной хореографии. Мы вывозили туда семь разных номеров, и один из номеров основного состава коллектива «Флэш» забрал гран-при, чему мы очень рады. Выиграл гран-при. И что это был за танец или что это был за номер, как правильно сказать? Это номер в стиле современной хореографии. Называется он «Граница чувств», где танцуют уже взрослые танцоры с большим опытом и багажом танцевальных знаний. И по-взрослому танцуют. Ну, танцуют они давно, танцуют они по-взрослому, танцуют они по-умному. Мне кажется, что это такой умный номер. То есть тот самый язык жестового, которым так много говорят, что сейчас вообще в последнее время популярно. Ну, была такая волна, может быть, лет пять, особенно, да, уличный танец, ну, с появлением интернета, то есть можно многое увидеть и так, и сяк, и всякие смешные, как говорят у нас сейчас, видосики с танцами самых разных лет. Но все равно это, прежде всего, работа серьезная. И вот как вообще коллектив появился, и почему, зачем? Их же довольно-таки много, потому что если ты берешься делать какой-то проект, ты ставишь себе задачу, чтобы завоевать приз, и вот приз есть, а с чего все начиналось? Как давно существует этот коллектив? Ну, начиналось все давно, что уж скрывать, потому что... Давайте уже выложим все карты на стол. В этом году, вот в апреле, мы будем праздновать сольными концертами 21-летие коллектива. Совершеннолетие полное уже. Да, да, в прошлом мы отметили двадцаточку феерично, поэтому коллектив существует давно, действительно, и все движется, движется, то есть все начиналось с семи человек у меня в группе, и потихонечку... А почему началось? Просто собрались и решили открыть... Как это вообще все? Кому идея пришла? Ну, идея пришла мне, мне очень хотелось, мне всегда интересовали танцы, я всю жизнь ими занимался. Вот, единственная правда, я занимался именно современными, умличными танцами, и в этой стезе мы сейчас и продолжаем работать уже вот на протяжении... Ну, то есть такая занята ниша, да, вот именно тем, что, наверное, привлекает, да, прежде всего, молодых ребят, которые хотят... Но все равно же есть какая-то основа танца, какая-то классика, какие-то позиции, без этого ж, наверное, никуда. Конечно, это все есть, есть определенная база, которую в любом случае ребенок или даже взрослый, приходящий на танцы, он должен ее изучить. Вот, но я честно стараюсь от этой базы максимально отходить. Мне нравится, чтобы было необычно, мне нравится, чтобы было от души, от сердца. Вот мне захотелось сегодня вот такую хореографию, и я буду давать такую хореографию. Но все равно номера же вы оттачиваете, правильно я понимаю? То есть не бывает так, что один раз вы так номер показали, второй раз немножечко так, а третий даже вот эдак. Все равно есть определенный набор движений, которые вы уже... Да, вот в этом номере будет так. Конечно, определенный набор движений, вся постановка и кульминация, и развязка, все это есть. Единственное, ну, бывают такие ситуации, когда я приехал, например, на какое-то выступление, и понимаю, со сцены уже видя. А вот здесь вот финал мне не нравится, я бы его переделал. Я могу себе позволить взять там за пару тренировок, за пару репетиций. Если это опытные танцоры, то этого времени будет достаточно, чтобы это переделать, чтобы мне уже точно понравилось. Ну, то есть такой тоталитарный подход, то есть хочу переделываю, или вы совмещаете, потому что, ну, все равно же танцуют актеры, да, скажем так, в данном случае танцоры, они же тоже, наверное, могут предложить какое-то свое видение. Или все-таки режиссерский такой нагнетание идет, вот будет так, попробую так, вам что ближе? Если честно, то мне ближе больше тоталитарный. Да, то есть как я хочу. Да, я пробовал разные подходы абсолютно, потому что взраста у нас занимаются разные. Есть даже группа мамочки, которая старше меня. Мы сейчас об этом поговорим, о вашем, о репертуаре, так сказать, танцоров, кто у вас есть в коллективе? Ну, вот если говорить, ну, может быть, не тоталитарный, конечно, но... Авторитарный, мягко. В любом случае решение должен принимать руководитель, потому что, если я буду спрашивать мнение у всех, я его всегда послушаю, но решение должно оставаться за одним человеком, иначе это просто... Ну, как бы, да, это марка уже, да, фирменный такой знак, вы не можете пропустить танец, который, вот, вам кажется, что-то там не доделано. Не мог быть, да. И еще такой вопрос, очень тоже важный, когда, какое ощущение у... Ну, наверное, это, вот, не зря слово тренировка, да, пробежала, и у наставника, в прошлом году был, да, год педагога и наставника, и у педагога, и у тренера, у него всегда есть ощущение, что вот с чего мы начинали, когда только ставили танец, и вот мы завоевали гран-при. У танцоров, видимо, одно счастье, а какое счастье у вас, когда вы видите, что ваш танец, который вы там лелеяли, может быть, нервничали, может быть, даже слезы были, и вот оно состоялось. Вы знаете, ну, каждый раз, конечно, любое выступление, это очень нервно. Мне кажется, когда я был помладше, еще сам выходил на сцену, нервов было гораздо меньше, чем я сейчас, как руководитель, смотрю из зала. Но у меня какой-то очень, может быть, тоже странный подход. Мне нужно... Либо побежит у меня мурашечка от выступления коллектива, либо не побежит. Даже если возьмут какой-то диплом, но не побежала мурашечка, будет разговор. Значит, что-то недоработает. Что-то и так. Ага, то есть мурашка, это понятно. Да многие творческие люди на мурашку внимание уделяют. Но, хорошо, вернемся к коллективу. Вы сказали, что у вас разные наборы вообще. Как? Что... Кто входит в ваш коллектив? Какие варианты есть? Где вы, так сказать, где у вас база? Немножко об этом поговорим. Мы, конечно, за последние годы очень неплохо разрослись. И все наши базы находятся в нашем городе Люберце. Основное место – это Люберецкий дворец культуры и его подразделение. То есть это культурно-профессийский центр на Красной Горке, это дом офицеров в городке Б. Это на 115-м квартале центр культуры и отдыха. Плюс у нас задействованы две гимназии – 20-я гимназия и 5-я гимназия. И с прошлого года у нас еще работает коллектив «Флэш» в Томилино. То есть вы везде еще пальцы опустили, танцевали, да? Мы на какой-то момент стали востребованными, и пришлось расширять из штат педагогов. Да, сейчас мы о педагогах тоже приезжаем. Это же удобно, потому что если бы это было в одном месте, то это всем нужно со всех мест приезжать. Таким образом вы как бы уже идете к потенциальным танцорам, к потенциальным участникам. Да, мы тоже идем им навстречу. А кто входит? Вы вот говорите, я так понимаю, от детей до родителей такой вот разброс у вас. У нас в коллектив принимаются дети с 4-х лет. И вот с прошлого года у нас функционирует группа «Мамочки», которые, некоторые из них старше меня, и прекрасно занимаются, выступают, шьют костюмы, занимают первые места уже. Ждем гран-при от них тоже. Ну а начиналось все именно с детского танца, с молодежного, да? Так я понимаю. Вот вы, когда начинали вот этот проект, практически уже 21 год там и назад. Ну, начиналось все с молодежи. Это были практически мои ровесники, которые решили пойти за мной, да, и двигаться в направлении эстрадных современных танцев. Вот. Сейчас они уже взрослые, у них уже куча детей, и они вводят своих детей к нам на занятия. Это очень здорово, круто, но все вот разрослось с 7 человеком. Хорошо. Вот вы говорите, с 4-х лет принимаются дети. Кого больше? Наверное, девочек больше приводят или мальчиков тоже приводят к вам? Больше девочек. Больше девочек. Мы все время этому удивляемся, потому что, мне кажется, что у нас такая хореография, которая не заточена чисто под девочек. Ну, не бальные танцы, не самбо, да, и так далее. Есть и хип-хоп, да, есть прям уличные направления, где прям вот пацаны должны пойти. Они у нас есть, мы их очень ценим, любим, обожаем, холим и лелеем, потому что их мало, к сожалению, мало. Хорошо. Ну, в какой-то степени наш сегодняшний разговор важен для того, чтобы кто-то где-то услышал, потому что вот родители, да, ну, вечная проблема отца и дети. Одно дело, когда там девочку или парню отдают классические танцы, все как положено, правильно, вроде бы хорошо. А другое дело, когда, если мама с папой, ну, в курсе вообще всех новаций, которые им сын или дочь, да, преподносит, тогда прям дорога к вам, потому что вы же говорите с ними на том языке, на котором они говорят, то есть вы не заставляете их делать что-то, ну, скажем, сверхъестественное. Другое дело, что, ну, насколько я понимаю, вот человек что-то про хип-хоп слышал, приходит к вам, а вы вдруг ему начинаете хип-хоп теоретизировать. Вот насколько здесь, да, нет этого, ой, не надо мне теорию, давайте я вам лучше покажу. Или все-таки существует уже теория с вашей стороны, вот так делается хип-хоп, так мы делаем вот этот элемент, так мы делаем этот элемент. Ну, конечно, наш коллектив все же таки про практику, в любом случае, но без теории никуда. И эта теория не только про танцы, это теория и вообще про поведение на сцене, про поведение на занятии. Это обязательные разговоры, без которых далеко не уедешь, это я вам точно скажу. И то есть меняются немножко ребята, да, то есть когда начинают делом заниматься. Одно дело, когда просто так, ну, я никогда не участвовал в танцевальных коллективах, но я всегда помню, что все равно рано или поздно, ну, в детстве, в молодости, в особой молодости это заканчивается все равно какими-то танцами. И я точно знаю, что сегодня действительно, ну, направления самые разные, и когда человек не только хочет, но и получает какие-то теоретические знания, вы же, наверное, что-то смотрите, да, какие-то у вас видеозаписи есть, как происходит обучение теоретическое? Я, я опять же, наверное, сейчас странно прозвучит, я стараюсь не смотреть. Так. Потому что я не хочу, чтобы это подсознательно как-то у меня на подкорке отложилось, и я этим вдруг, не дай бог, воспользовался. Но есть мастер-классы, есть семинары, есть практикумы, на которые можно всегда съездить, послушать умных людей. Опять же, после каждого конкурса есть круглые столы с жюри, где можно послушать их мнение о том, что ты выдал на сцене в этот раз. Тем более, что жюри, как правило, довольно жесткое, наверное, и рассказывают, вот так это уже никто не делает, а тут вот посмотрите, попробуйте и так далее. Потому что зрителям-то окажутся все добрые, все замечательные, все танцуют, все хорошо, но все-таки в творчестве есть... Тут же еще, я так понимаю, две составляющих. Творческое и техническое, она же никуда не девается, как правильно выполнил ты тот или иной... Ну, конечно, здесь, наверное, нет, как там в фигурном катании, обязательные какие-то, или есть обязательные элементы у вас? Нет, обязательных элементов нет, но в любом случае на всех конкурсах есть отдельная оценка техника исполнения. То есть качественная? Конечно, конечно. И на что вы больше делаете акцент? Если техника немножко гуляет, тогда больше артистизма, за счет этого выходим? Ну... Или это тайна? Я думаю, что мой коллектив всегда славился все-таки артистизмом в первую очередь. А уже дальше моя работа как хореографа, я должен разложить номер так, чтобы не было видно каких-то технических огрехов. Да, то есть спрятать, если вдруг не прячется. Да, понятно. Ну, по-честному, да. Хорошо. Ну, вот такой интересный у нас разговор с Сергеем Куделиным, руководителем народного хореографического коллектива современного танца «Флэш». О том, как туда попасть, о педагогах, и еще, потому что еще четыре призовых диплома, и вообще, как много у вас выступлений, где вы принимаете участие. Обо всем этом мы поговорим во второй части. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сергей Куделен у нас в гостях, руководитель народного хореографического коллектива современного танца «Флэш». Это вот исключительно люберецкий коллектив, то есть там находятся только те, кто живет на территории городского округа люберца, или можно туда попасть, ну, что называется, из ближайших районов? Нет, конечно, мы берем в коллектив всех, кто хочет, кто готов у нас заниматься. Ну, а снова костях люберчане. Ну, да, подавляющее большинство это люберчане, хотя из ближайших городов действительно к нам приезжают. То есть, а вас уже знают и даже советуют, наверное, когда, может, записываются даже во время, если недалеко от люберец, о, есть такой коллектив, мы туда поедем. Да, было и такое. Было и такое. Ну, вот вы говорили о педагогах, потому что это очень важная история. Опять же, когда нам показывают телевизионные репортажи спортивных танцев, например, не только фигурное катание, или, скажем, даже есть же, по-моему, чемпионат парк-н-ролла, всякие есть варианты. Это всегда, ты смотришь на эти тренировки, такое ощущение, что над людьми там издеваются, а потом они в конце выходят в красивых, значит, нарядах и дают жару. И здесь очень важно сочетание педагог и останники, да, педагог и его ученики, потому что, если нет вот этой, как говорят, смычки, наверное, мурашка не побежит, как вы говорили. Вот скажите, это что за люди? Это бывшие участники коллектива, тоже танцоры. Может ли педагогом быть человек, который не танцевал никогда, но может он там ставит хореографию как-то по-своему? Кто у вас занимается педагогической деятельностью в коллективе? Ну вот чуть-чуть издалека начнем. Я вот со временем понял, что можно быть очень хорошим педагогом, быть не очень хорошим исполнителем. Но как педагог ты просто шикарный. Но чаще бывает наоборот, что ты исполнитель, прекрасный на сцене, но как педагог ты не можешь состояться. У меня, я уверен, что у меня чудесные педагоги, которые умеют и то, и то. И сейчас у меня, кроме меня, еще пять прекрасных девушек, которые все воспитанницы коллектива «Флэш», которые все занимались в нем. И это моя четкая позиция. Я хочу работать со своими людьми. То есть со стороны никого не возьмете? Могу взять на какой-то мастер-класс. А, ну да. Чтобы все-таки со стороны как свежая кровь все-таки должна присутствовать. Да, да. Иногда детям это очень необходимо, потому что они привыкают даже к моим там криком, орам, а я вообще строгий дядька на занятиях. Вот это так. Но я как пожурить, так и поругать. Я все успеваю. Вот. Им нужен свежий взгляд, им нужен свежий преподаватель, на которого они посмотрят с другой стороны. А вот еще такой момент, когда вы ездите на фестивале, на конкурсы, неважно, также их состав, но все равно же надо же посмотреть, то есть себя показать и других посмотреть. Вот бывает, что вы даже вы увидите, вот это классно они сделали, вот это надо взять, где-нибудь у меня использовать, а вот это вот они плохо сделали, это мы, значит, не будем брать. Ну, есть вот такой взаимообмен? У меня лично взять у кого-то что-то посмотреть и использовать нет, категорически нет. Ну, если классно, почему нет? это чужое. Нет, вот если у меня берут номера или концепцию или костюм, я не против. Если у нас... Но вы знаете, что это уже... Ага, это у меня. Ну, во-первых, я знаю, во-вторых, раз у нас что-то берут, значит, мы популярны. Хорошо, но техника все равно же присутствует, то, что не обязательно именно связано с костюмом или с номером, а просто технический какой-то элемент, который вам понравился, и вы хотите его внедрить у себя. Такое же можно сделать? можно его как-то переработать так, что он будет выглядеть абсолютно по-новому уже у нас. Ну, я о чем говорю? То есть все равно вот вы говорите участие там в всевозможных дискуссиях, да, и так далее, все равно же идет какой-то взаимный обмен. Я к чему веду? Что и педагогическое направление, и ваше персональное видение, да, все равно же танец, он не может стоять на месте, да? Конечно. То есть даже хип-хоп, который тот был, который начинался тогда, и то, что сегодня им называется, или уже что-то другое появится, оно уже иное. Потому что танец, особенно, ну, я так понимаю, современный, он не стоит на месте. Здесь вы абсолютно правы, но для этого и развиваемся, и продолжаем развиваться. Потому что действительно хореография шагнула очень далеко вперед. Она стала гораздо сложнее, гораздо интенсивнее. Я считаю, что мы идем в направлении, все правильно, мы развиваемся вместе с нашими детьми. Хорошо. Вот тут еще такой важный момент, возвращаемся к детям. Это же еще немножечко спорт, а тут уже начинаются такие варианты, как правильная постановка каких-то спортивных элементов. Вот как у вас с этим? Это вот, так сказать, тренировочный этап. Здесь дети проходят какую-то специальную подготовку, есть какой-то, ну, как физкультура, например, да, или как что-то такое. У вас что-то подобное есть? Ну, это в какой-то степени сродни с физкультурой, конечно, потому что мы на занятиях качаем пресс, качаем спинку, растягиваем ножки, тянемся в шпагаты, учимся делать перекидочки, учимся делать мостики. Это все есть. Без этого никуда. Нам нужно, чтобы у нас были прокаченные ножки, прокаченный корпус, сильные ручки. Тогда движения станут резче, четче, сильнее. Все, что мне нужно от этого. А вот когда вы берете ребенка, да, сейчас, помните, я обещал вот перед первым, что мы расскажем, как к вам попасть. Вот вы говорите, с четырех лет, да? То есть вы всех берете или кому-то вот не советуете, например, или посоветуете какое-то другое направление, может быть, там связано. Там же какие-то справки еще нужны. Я не знаю, как это сейчас работает? Ну, на самом деле, у нас работает все просто. Если у нас группа не переполнена, то мы детей берем, подходящих по возрасту. И цель нашего коллектива, мы сразу об этом заявляем родителям, что мы вашего ребенка готовим на сцену. Потому что если мы, если родитель приходит и говорит, ой, нам нужен там похудеть, или просто так позаниматься для себя, мы тогда говорим нет, потому что мы готовим детей на сцену. Это костюмы, это актерское мастерство, это эмоции, это подача, это куча-куча всего. Поэтому мы берем всех, но при небольших условиях. Понятно. А как к вам записаться? Или прийти в гости нужно в один из названных вами мест вашей дисплеции? Да, в какой-нибудь из наших центров прийти, узнать расписание, и тем более у нас пробные занятия бесплатные, поэтому приходим, пробуем, а дальше уже нравится, не нравится, хочу, не хочу. Ну вот еще такой важный момент, мы поговорили, что мы со многими вашими коллегами тут общались, самыми разными, от спортивного танца до классического и так далее. И даже о балете мы тут когда-то говорили, был и такой элемент. У нас много гостей бывает. Понятно, что есть вот эта важная техническая, спортивная составляющая, что, наверное, меняет. и девочка и мальчик, становляясь девушкой и юношей, у них по-другому выстроен, кажется, он так организм, но это всегда видно, что человек чем-то занимался. Но вторая часть, помимо спортивной составляющей, что хорошо, есть еще, как вы говорите, актерская. То есть вас учат актерскому мастерству или сама постановка номера, потому что все-таки танец, язык, жестов, то, с чего мы начинали. Вот насколько эта часть важна для вас, как для руководителя? Вы знаете, я со временем тоже уже пришел к тому, что я выбираю, вот лично, если про меня говорить, выбирая музыку для какой-то новой постановки, я, конечно, смотрю на реакцию учеников. И мне на самом деле, хоть я у них и не спрашиваю, но мне, конечно, важно, чтобы им нравилось. Чуть-чуть, чтобы зацепилось. Чтобы сильно зацепило. Сильно. Вот, а потом еще это все добить хорошей хореографии, и тогда уже актерское мастерство уже сильно, просто нужно будет объяснить, про что мы танцуем. И тогда оно должно появиться само, потому что, если внутри тебе хорошо, и выходя на сцену тебе от того, что ты делаешь хорошо, вот нужная эмоция, она как раз и появится сама. И тут, наверное, еще важно, и понятно, что ты делаешь, да? Потому что... Иногда, если сложные номера, то нужно объяснять, да. Ну, это уже соферозно. Работать, да, в танце, тем более вот в таком, которым занимаетесь вы, ну, просто вот на технике. Все расписали, да? Ну, условно говоря, нога лево, нога вправо, музыка, ритм чувствуем. То есть обязательно нужно понимать, что ты делаешь. Конечно. Ну, если у маленьких детей все проще, да, потому что у них в основном веселые, позитивные номера, где нужно улыбаться, 44 зуба. Конечно, маме еще помахать, не дай бог, во время выступления, за что мы их потом еще поругаем. Вот. То у старших, у взрослых, конечно, там обязательно эмоциональная составляющая. Без нее, к сожалению, никакие конкурсы не выиграть. Ну, и, наверное, танец без эмоциональной составляющей тоже бессмысленным как-то становится. Абсолютно согласен с вами. Вот тут у меня тоже подсказка есть, что помимо Гран-при, напомню, что коллектив Flash, руководитель которого у нас сегодня в гостях, завевал Гран-при на всероссийском конкурсе «Ты в танце». Он где проходил, кстати? Он проходил в Москве, в центре. То есть недалеко от нас. Недалеко. Да, да, в городе Москве. Также было получено четыре призовых диплома за различные номера. Вот вы, когда их готовите, вы же, наверное, тоже думаете, вот у нас будет такой номер, ну, разноплановый, правильно? От того, что вы говорите, от детского до вот серьезных тех самых. Вот. Поколение танца, так называется, первое место. Вот расскажите еще вообще, потому что это очень важно, ведь есть, условно говоря, концертная программа, наверное, вы тоже ее делаете, когда отчет, да, перед всеми. А есть вот конкретно номера такие, которые вы возите и показываете на фестивалях? Мы стараемся возить все наши номера на фестивали, просто есть фестивали посложнее, есть фестивали попроще, есть фестивали, которые проходят в других городах, да, куда тоже те, кто постарше, да, с нами выезжают, потому что, ну, маленькие, с маленькими в другие города ехать гораздо сложнее, вот, но мы в любом случае в начале учебного года обсуждаем программу, которая у нас будет, чтобы у нас не было похожих, чтобы у нас были стилистически разные направленности номера, вот, и возим всех абсолютно. А средняя продолжительность номера играет какую-то роль? Вот там длинный номер, взяли, так сказать, набор разных элементов, либо номер короткий, но очень какие-то яркие моменты, это важно? Есть определенные стандарты, то есть, например, номер для количества человек, например, 15, это называется номинация formation, там заявленное среднее время номера, оно около трех минут должно быть. А, то есть, это как бы записано в условиях? Да, очень часто в конкурсах это прописано, и даже бывает, что если номер длиннее, то его могут обрубить. Сказать, все, спасибо, до свидания. Да, да, у нас такого не было, мы следим за таймингом. А если это продакшн, это 25 человек больше в составе одного номера, то там уже время может увеличиваться до четырех минут. Ну, вот видите, все довольно сурово, и вот тут, возвращаясь к то, с чем мы начинали, вы сказали, что 21 год, и вот 21 год, сколько у вас уже, вы подсчитываете количество призов, где вы участвовали, в каких городах вы побывали, такой архив у вас есть, музей, музей коллектива? Ну, у нас огромное, конечно, количество кубков, и вот гран-при, последний фестиваль, это был наш 26-й гран-при за историю коллектива. То есть лет 21, а гран-при 26-й, так бывает? Да, причем первые лет 10 у нас гран-при не было, а вот потом пошло как-то хорошо. Ну, хорошо, да. Вот, очень нам нравится ездить на фестивали еще и в другие города, мы действительно покатались по стране, в Белоруссию сгоняли пару раз, вот, это, конечно... Так что вас знают? Ну, я надеюсь, что знают, но нет предела совершенства, мы продолжаем работу в любом случае. Правильно, вот этим мы и завершаем наш сегодняшний разговор, потому что работа продолжается. У нас в гостях руководитель народного хореографического коллектива современного танца Флэш Сергей Куделин. Напомню еще раз, что коллектив завевал гран-при на всероссийском конкурсе «Ты в танце», но, как мы выяснились, почти за 21 год существования гран-при у вас 26. Ну, цифры говорят сами за себя. Мы хотим передать через вас привет всему вашему коллективу, поздравить их с этим замечательным гран-при, ну и, конечно, новых, потому что танцор же не может остановиться. Танцевали гран-при, получили, идем дальше, правильно? Конечно, мы делаем новые номера, готовимся к сольным концертам, тем более, как коллектив, который носит звание народный, мы должны четырежды в год делать сольные программы, мы это успешно делаем, вот. Поэтому ждем всех в апреле, 6-7 апреля на наши сольные концерты на сцене Либерецкого ДК. Я думаю, что будет... Как минимум ярко и красочно. Кстати, туда можно прийти и посмотреть, и подумать, отдавать туда своих детей или не отдавать, или мамочкам пойти к вам туда помогать. Мамочки у нас вообще рулят. Хорошо, хорошо. Ну что ж, вот такая была программа. В студии был Сергей Куделин, руководитель народного хореографического коллектива современного танца «Флэш». Меня зовут Николай Пивненко. Это программа «Открытый диалог». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин